Здравствуйте! В эфире программа «Диалог» о том, какие они – современные пионеры. Будем говорить сегодня с нашим гостем. Присоединяйтесь! Артем Николаевич Карпенко – председатель Гомельской областной организации общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация». Родился в 1993 году в Гомеле. После окончания Гомельского государственного колледжа железнодорожного транспорта «Белорусской железной дороги» работал помощником машиниста-тепловоза. В 2018 году получил диплом Академии управления при президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление и экономика». В этом же году поступил в магистратуру Академии управления при президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление социальной сферой». На вопросы, которые касаются деятельности областной пионерской организации, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340 043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Прежде чем мы начнем наш диалог и будем отвечать на вопросы телезрителей, давайте посмотрим короткий анонс событий наступившей недели. Митинги и церемонии возложения венков и цветов, торжественное собрание и праздничный концерт. 26 ноября в Гомеле пройдут мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В праздничной программе также открытие памятной доски маршалу Советского Союза Сергею Руденко. Он был командующим 16-й воздушной армии, участвовавшей в освобождении Гомеля в ноябре 1943 года. В среду 27 ноября эстафету памятных мероприятий подхватит Будокошелева. На городском мемориале состоится торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков. А в субботу годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков будут отмечать в Наровле. В этот день в районе также состоится региональный этап республиканского проекта «Во славу общей победы». Продолжаются также региональные кастинги национального конкурса «Мисс Беларусь-2020». На этой неделе перед жюри пристанут красавицы из Мозорского района. 76-я годовщина освобождения города Гомеля и ряда районов нашей области литмотив наступившей недели. Патриотическому воспитанию в пионерском движении всегда уделялось особенное внимание. Скажите, пионеры Гомельской области будут принимать участие в мероприятиях в честь этих важных и знаменательных дат? Безусловно, патриотическое воспитание, оно и не может строиться сегодня у нынешних пионеров, у нынешней молодежи, детей без памяти и истинной правды времен Великой Отечественной войны. Тех подвигов, которые наши деды, прадеды совершали для того, чтобы сегодня дети могли спокойно ходить в школу, радоваться жизни, дружить, общаться, выезжать. Поэтому, безусловно, мы сегодня свою патриотическую часть работы строим, в том числе на подвигах героев Великой Отечественной войны. И сказать о том, что дата 26 ноября – это единственная дата, в которую мы вспоминаем подвиги и проводим ряд мероприятий, так сказать нельзя. Потому что мы проводим большую колоссальную работу для того, чтобы нынешние дети знали те подвиги, которые совершал советский народ. И 26 ноября, конечно же, мы уделяем больше всего внимания данной теме, и уже эти мероприятия проходят. И эти мероприятия мы, конечно, проводим уже в современном стиле, который сегодня приемлемый для молодежи. Например, это квест по следам победы проходит сейчас в каждом районе Гомельской области. До этого этот квест уже прошел в каждой пионерской дружине. Мы уделяем вопросы в пионерском квизе данной теме, и ряд-ряд-ряд других подобных мероприятий проходит сегодня в каждой пионерской дружине, в каждом районе. И, конечно, мы этому уделяем очень большое значение и внимание. И без этого мы сегодня не можем строить свою работу и вообще говорить о патриотизме, о современном молодом гражданине Республики Беларусь. Поэтому и классные часы, и пионерские сборы. И к этим датам в том числе мы подготавливаем ряд приемов лучших пионеров в ряды пионерской организации. Те, которые за время своей октябрятской деятельности добились и доказали того, что они сегодня достойны, чтобы стать пионерами. И достойны, чтобы именно в эти дни стать пионерами. Это, безусловно, для каждого ребенка очень важно, торжественно и волнительно. Даша, почетно. Ну, редко какой пионер моего поколения мог не прочитать книгу, никогда не забудем. Воспоминания детей времен войны, о том, что они пережили. Современные дети, что говорят результаты этого квиза? Что они знают о войне? Они интересуются, что происходило и как жили их сверстники в те годы? Если говорить вообще о книге «Никогда не забудем», то, конечно, здесь надо вспомнить и проект Белорусской Республиканской Пионерской Организации, который прошел два года назад, и мы написали новое издание «Никогда не забудь, внуки, о войне». Это издание собрало сотни сочинений и воспоминаний от ребят, которые они собрали от своих бабушек и дедушек, прадедушек, прабабушек, и которые мы воплотили в эту книгу. И говорить о том, что сегодня ребята не интересуются или не знают, абсолютно нельзя. Это как раз для нас было показательно, когда мы собирали истории для вот этой книги. Мы получили очень-очень множество писем в адрес Центрального Совета Пионерской Организации, областных, районных. И нам уже приходилось, конечно, выбирать из лучших, самое лучшее из историй. И некоторые истории, даже которые не вошли, мы приняли решение, что мы выпустим еще диск, на которые уже записали уже звуковые непосредственно сопровождения этих историй, для того, чтобы, может быть, бабушки и дедушки, которые сегодня уже ввиду заболеваний глаз, не могут прочитать, чтобы они могли послушать эти воспоминания. Поэтому, конечно, сегодня дети интересуются. Интересуется прежде всего семье. И здесь, конечно, семье надо больше внимания где-то, возможно, уделять для того, чтобы передавать эту память и эту историю, непосредственно участие каждой семьи в Великой Отечественной войне и подвиг каждой семьи, который вот добился того, чтобы сегодня ребята могли вспоминать это, а не участвовать в каких-то военных действиях. – Хороший проект, на самом деле, еще один повод гордиться нашим подрастающим поколениям. Ну, как известно, пионерскому движению уже почти сто лет. Идею его организации предложила Надежда Крупская, взяв за модель движения скаутов. Решено было назвать участников этого движения пионерами, что в переводе с французского означает «первопроходец». И, в общем-то, история была действительно славная. Как современное пионерское движение, чем оно радикально отличается? Или, может быть, оно не отличается от того, что было в СССР? – Ну, возможно, говорить о том, что радикально изменяется, здесь, наверное, нельзя. Потому что дети, они были в Советском Союзе, и сегодня дети. Дети хотят постигать чего-то нового, узнавать, хотят общаться, хотят играть. Поэтому здесь радикально чего-то нового, наверное, не сделаешь. Единственное, что поменяешь, это, возможно, какие-то подходы к организации непосредственно пионерской деятельности, формы работы и так далее. Что касается, конечно же, изменений, то, безусловно, мы сегодня спрашиваем у ребят, что им интересно и в какой форме им это интересно проводить. И следуем тем новейшим традициям и тем интересам, которые ребята сегодня закладывают. Им интересно сегодня квест. Мы проводим, например, мероприятие в форме квеста. Интересно в форме квиза? Проводим в форме квиза. Интересно в форме интернет-проектов каких-то? Мы идем за ребятами в интернет и создаем им какие-то проекты в интернет-пространстве. Поэтому с этой точки зрения мы, безусловно, идем в ногу с современными пионерами. Я думаю, что если сегодня и родители, и дети уделяют большое внимание нашей организации, они могут увидеть нас и в социальных сетях, и в интернет-пространстве, и увидеть, что мы действительно много внимания уделяем тому, чтобы пионерская организация была современной. Мне кажется, нужно не только идти за желаниями детей, за их предпочтениями, но немножко их и приподнимать. Делать такой шаг на опережение. Потому что пионеров прошлого учили помогать старшим, заботиться о младших, быть дисциплинированным, всегда учиться и преодолевать себя, свои страхи, быть готовым, всегда готовым совершить какой-то подвиг. А как это находит отражение в современной жизни? Безусловно, вы все правильно говорите, и мы стараемся следовать вашему тезису, скажем так. То есть мы где-то у ребят действительно узнаем те формы и методы, которые интересны им. А цель-то нашей организации, она, безусловно, и сегодня остается прежним. Из каждого молодого человека, из каждого ребенка вырастить настоящего гражданина-патриота, который знает о своей стране все, который любит, который знает традиции страны, который в том числе, как вы сказали, чтит и уважает старшее поколение и готовы всегда прийти на помощь ближнему. Поэтому формы и методы мы узнаем у ребят, а уже цели те, которые мы ставим, мы просто в эти формы и методы облачаем и тем самым воспитываем наших ребят как граждан-патриотов нашей страны. То есть неразвлекательный клуб? Безусловно, неразвлекательный, а со своим уклоном, интересом и направлен на то, чтобы ребята действительно уже в юном возрасте познавали свою страну и уже к 14 годам осознанно подходили к тому, что когда получают первый паспорт, осознавали, что я-то все-таки гражданин Республики Беларусь, у меня есть моя семья, есть друзья, есть народ, есть вот область, в которой я живу, и я готов тоже что-то сделать для того, чтобы и страна процветала, и чтобы моя семья жила в достатке и так далее, и так далее. То есть чтобы ребенок тоже уже осознавал с детства о том, что он тоже должен что-то делать и прикладывать какие-то усилия к тому, чтобы, безусловно, идти вперед и становиться лучше. А есть у современных детей идеалы? Потому что у пионеров прошлого это были пионеры времен Великой Отечественной войны, это были герои, это были их сверстники, но совершившие подвиги, которые не по плечу, не всякому взрослому, да? А на кого хотят равняться современные дети? Безусловно, если говорить о лидерах мнения, скажем так, наших пионеров, они сегодня есть, и традиционно, скажем так, рейтинговую часть эту составляют, это подвиги все-таки наших бабушек и дедушек, которые они совершили во времена Великой Отечественной войны. Но и современная Беларусь уже добилась того, что у нас есть очень множество граждан, которые тоже добились очень ярких успехов, на которые сегодня ребята хотят равняться. Это наши спортсмены, это и наши музыканты, это наши деятели культуры и науки и так далее, и так далее. И здесь очень приятно то, что действительно пионер выбирает себе этого кумира и следует по его стопам. Если мы говорим, например, о пионере, что очень много направлений у нас в деятельности, и вот приведу один из пример таких деятельностей, это детские палаты при областном районном совете, которые существуют там, где собираются лидеры. Лидеры, которые уже могут вести за собой, являются лидерами мнений каких-то групп таких же ребят. И вот у них очень часто встает вопрос, например, а чем же все-таки прошли выборы, а чем же все-таки занимается депутат, какие его задачи, какие вопросы он может решать. И мы тут приглашаем депутата, они начинают общаться, депутаты потом приглашают нас в палату представителей, и уже у ребят становится вот этот человек, который бесконечно с ним общается и показывает на своем примере, что он может, чего он добился, и как он этого добился, тоже становится своеобразным героем, которым вот ребята хотят следовать. И так, конечно, в каждой сфере, которая есть сегодня в пионерской организации, находится свой лидер из современных белорусов, и, безусловно, лидерами самыми важными являются, как мы начинали говорить о том, что это все-таки герои Великой Отечественной войны. Я бы сказала, что сложнее и детям современным сложнее найти какой-то ориентир. И тем, кто работает с детьми, гораздо сложнее, чем было нашим пионер-вожатым 30-40 лет назад. Потому что сегодня сыпятся все самые разные примеры, самые привлекательные на первый взгляд. Да, у нас есть YouTube, и там есть множество героев, которые очень легко расскажут, как стать богатым, успешным, красивым, знаменитым, не прилагая особых усилий. И так легко в это поверить, и так легко, так соблазнительно попробовать, ну, где уж тут, да, какие-то сложные шаги, какие-то достижения, спорт, патриотизм, это все слишком сложно. Поэтому эта работа, я считаю, она сегодня очень сложная, но от этого еще более нужная и важная. Как пионерская организация может помочь в воспитании детей? Мы поинтересовались мнением гомельчан. Я, например, в школе была пионер-вожатой, и свой класс помню до сих пор, и все девочки, которые выросли на моих глазах. Это было, наверное, не знаю, с пятого или шестого класса я все время была пионер-вожатой до десятого класса. Поэтому это было для меня интересно. Может быть, и наших детей надо чем-то приучать к такому, потому что на сегодняшнюю минуту все в гаджетах, все немножко не тем занимаются, как занимались мы ранее. Хотелось бы, чтобы помогали пожилым людям. Это в первую очередь очень хочется. Потому что все-таки, как я знаю, в свои годы мы помогали. Ну, естественно, помогали город. Прямо красиво сделать, все, что надо. Ну, конечно, нравится, все нравится. Чистоту, порядок в городе, чтобы соблюдали. Было в школе, это сразу первоначальное воспитание. То есть не было такого, что там приручали к наркотику или к алкоголю. То есть, да, то, чего лишь в школе, даже, ну, если человек себе позволял выпить, то это происходило после армии. То есть этого не было. А сейчас ты уже не знаешь, ну, моральный облик полностью погиб. Я лично считаю так, что пионеры во многом помогли бы и морально людей воспитать бы и подготовили молодежь в будущем. Вовлекать в них досуг. Когда-то я была пионером тоже именно в досуг. Больше организовывать походы, природу, деревья сажать. Раньше больше мы физически работали, помогали мамам, папам на огородах, на леса садили. Что-нибудь типа скаутской организации, это лучше было бы. Ну, вообще, организовать детей надо, конечно, хоть немножко. Мне кажется, должна быть такая организация. У детей есть какой-то идеал, есть к чему стремиться. Вот мы выросли, у нас были детские какие-то идеалы. Вот мы равнялись на того, на того, на того там. А сейчас детям как-то нет каких-то героев в них, в общем. Нет ни на кого им равняться. А пионерская организация, она как-то... Проходили у нас смотры конкурсы, смотры строя песни, когда мы в школу ходили. Это как-то детей группирует, объединяет и приводит к какой-то одной общей их цели. А когда они смотрят только свои смартфоны день и ночь, телефоны, это... Отвлечь их. Да, отвлечь от телефонов их надо. За участие в вопросе спасибо огромное жителям города Жлобина. Я ошиблась, представляя наших респондентов. А сейчас Артем предлагаю выслушать звонок, который к нам поступил на прямой эфир. Здравствуйте. Добрый вечер. Есть патриотизм литовских, российских. Есть ли отметные рисы в белорусском патриотизме? Так, и наш основанный белорусский, поскольку вы представляете, что-таки пионеру Белоруссии, какая розница в этом патриотизме. И другое питание, одразу, когда я не полтора, вы вздолены стать белорусским маратом кодеем на сегодняшний день. Дякую за питание. Артем, давайте порассуждаем. Есть ли особенности у такого понятия, как белорусский патриотизм? Или сама формулировка не совсем верна? Но Родина у каждого своя. Вы знаете, очень часто и многие, в принципе, задаются вопросом, говорят, что современные дети не являются патриотами, они не знают своей истории. И много таких вопросов, которые возникают. Ну, конечно, выслушивая каждое мнение, иногда все-таки садишься и начинаешь анализировать, так ли это на самом деле. И вот лично мой анализ, к которому я вот пришел, да, который я увидел, проанализировал все-таки и желание, стремление детей что-то делать, что патриотизм он на самом деле есть. Единственная, может быть, особенность от патриотов каких-то других стран, что наши ребята не готовы сегодня ходить где-то и кричать о том, что я патриот. Они будут спокойно высматривать, вначале для себя ставить цель, думать, как они будут достигать. И вот так вот спокойными маленькими шагами двигаться для того, чтобы действительно сделать жизнь, как мы вот ранее говорили, и себя, и семьи, и страны вот лучше, да. И, может быть, это и есть наша особенность, что мы не будем ходить и где-то вот бить в грудь и говорить «я патриот», а вот какими-то, возможно, где-то маленькими, возможно, большими шагами, делая что-то во благо нашей страны и Родины, мы будем достигать этих целей. И никогда в жизни мы потом не будем говорить, что вот это вот я, я вот это сделал, и поэтому я патриот. Вот мне кажется, что у наших детей в патриотизме, именно в чувстве патриотизма, нету вот этого вот я. А всё-таки есть и какая-то коллективная работа здесь, да, то есть начинают объединяться в какие-то группы, если чего-то не можешь сделать сам, и достигают вот этих каких-то целей. Вот многое тоже звучало о том, что ребятам стоит больше внимания уделить пожилым людям. Не соглашусь здесь, потому что сегодня у каждой пионерской дружины есть свои адресаты, к которым они ходят и помогают. Будь это, например, взрослый инвалид, или будь это, например, пожилой одинокий человек. И разная категория граждан, которые где-то не могут осуществить ту или иную деятельность самостоятельно, наши ребята в том числе участвуют в помощи им. Ну, к примеру, приведём акцию. Вот идут снега, да, обильная, надо расчистить двор. Пионеры там. Даже не будем ходить далеко, что пионеры начинают со своих дворов, с дворов школ и так далее. То есть они действительно вкладывают очень много своих сил сегодня к тому, чтобы помогать себе и ближнему. Да, акция «Чудеса на Рождество» впереди у нас есть. Мы идём и помогаем ребятам, детям, находим тем, которым, возможно, обделены вниманием в новогодние праздники по тем или иным причинам, и хотим этот новогодний праздник принести. Мы посещаем не только в преддверии каких-то памятных дат ветеранов Великой Отечественной войны, а делаем это на постоянной основе. Поэтому говорить о том, что сегодня ребята, они занимаются такой работой, это, наверное, всё-таки немножечко, если человек не знает всё-таки нашей деятельности, то, вероятнее всего, будет рассуждать. Но опять-таки это всё, наверное, исходит от того, что ребята это делают тихо, незаметно, вкладывают туда душу и не ходят, и не везде не говорят о том, что вот мы это делаем. Им не надо вот этот популизм. Они всё-таки это делают от души, они сделали это дело, и они рады. Возможно, вот это и является как раз особенностью нашего патриотизма. Да, что это как не патриотизм, а желание сделать жизнь другого человека чуть легче, чуть веселее кому-то помочь, убрать какой-то участок территории, сад, сквер, возле речки, пространство. Ну, это же и есть. Любовь к родине и тому месту, где ты живёшь. Ну, опять-таки, это одна часть вопроса, да. Нужно ли быть Маратом Козеем сегодня? Да, отвечая на вторую часть вопроса, могу сказать, что действительно есть ребята, и одно из направлений деятельности нашей организации, в том числе, является развитие юно-армейского движения. Есть очень много ребят в Гомельской области, и с года в год мы наблюдаем интерес к этому деятельности, которые действительно хотят защищать свою родину, уже будучи такими юными гражданами нашей страны. И это воспитывается через проведение нашей областной и республиканской игры «Зорница». И, к слову, не так давно мы возродили игру «Зорничка» для ребят младшего возраста от 7 до 10 лет. К особенности как раз в Гомельской области относится то, что игра «Зорница» у нас проходит ежегодно. Ребята из каждого района, по 10 человек, приезжают в Жлобинский район, живут в палатках. У них там настоящая армейская дисциплина. И за дня в день они познают и выполняют нормативы той или иной армейской дисциплины. И мне было очень приятно слышать от некоторых ребят, которые говорят, «Вы знаете, игра нас научила и ответственности какой-то, с одной стороны, а с другой стороны игра нас научила тому, что и рассказала о том, что такое вообще военные. И мы после обучения в школе уже хотим поступать в военную академию на какие-то военные специальности». Наверное, это тоже вклад и пионерской организации сегодня. И той деятельности, которую мы делаем. Поэтому, безусловно, да, есть ребята, которые уже сегодня и в 14, и в 13 лет готовы защищать свою Родину. Ну, а герои – это все-таки явление уникальное. И не из каждого человека они получаются. Не из каждого, безусловно. О жизни одной из самых активных районных организаций – Жлобинской. У нас подготовлен сюжет. Давайте посмотрим. Вообще, ритуалов у пионерской организации много. Направленные на воспитание патриотизма, почетный караул, возложение гирлянды славы, поверка героев. Или ритуалы, формирующие ребят чувство гордости за принадлежность к детской организации. Тот же прием в пионерскую организацию. В свое время большинство представителей нынешнего старшего поколения очень гордились, когда их принимали в пионеры. Но еще больше гордостью была причастность к элите, которой, кроме председателей отрядов, принадлежали знаменосцы, гарнисты и барабанщики. Без них не обходилось ни одно школьное мероприятие. Впрочем, и сегодня знаменосцы по-прежнему среди главных исполнителей пионерских ритуалов. Это действительно лидеры. Кстати, знаменная группа Жлобинской гимназии, в которой проводились эти видеосъемки, в районе признана самой лучшей. Всегда лидеры среди детей видны однозначно. Вот мы присматриваемся к ним. Обязательно эти же ребята всегда идут навстречу нам. Никогда не отказывают в этом. Потому что для них это тоже интересно. Они любят быть в центре событий. Вот, в принципе, и весь отбор. Жлобин – город как нельзя лучше подходящий для патриотического воспитания молодежи. Во всяком случае, во время Великой Отечественной войны только Жлобин и Рогачев, пусть и всего на месяц, но были освобождены от нацистских захватчиков еще в 1941-м. Впрочем, воспитать патриота страны сегодня можно не только на исторических примерах. Уже несколько лет в Жлобине действует детская палата, объединяющая председателей пионерских дружин района. Именно здесь озвучиваются новые идеи и утверждаются проекты. Мы реализовали ряд проектов республиканского и районного масштаба. Традиционные дела нашей пионерской организации – это конкурс «Равнение на знамя». Ежегодно мы выбираем лучшую знаменную группу и группу возложения, которая будет участвовать на параде пионерских дружин в 19 мая, в день пионерской дружбы. А также 13 сентября, в день рождения БРПО, также стартовала игра для пионеров «Лидерстат». Детская палата стала инициатором игр для октябряцких сокровища, получиком октябряцкой звездочки. Жлобинская средняя школа номер 12. Именно здесь находится единственная в районе пионерская группа барабанщиков. Их выход – тоже отдельный ритуал. Как держать палочки, как выполнять команды вместе с отрядом, по какой команде и что исполнять. Сегодня у группы тренировка. Тем более необходимо, что эти 16 барабанщиков – непременно участники не только всех пионерских, но и многих общегородских мероприятий. В 2017 году они заняли второе место в республиканском конкурсе парадно-теремониальных отрядов в номинации «Бей барабан». Вообще, стать барабанщиком совсем непросто. И дело не только в обязательном наличии музыкального слуха. Для того, чтобы ходить и одновременно барабанить, тоже нужны способности и длительные тренировки. Впрочем, в районной организации БРПО оптимизма не теряют и надеются, что способные ребята будут всегда. Главное, чтобы на всех хватило барабанов. Здесь, к сожалению, есть печальный аналог. Из-за отсутствия горнов в районе так и не смогли создать группу пионерских горнистов. Впрочем, на работу организации этот факт значительного влияния не оказывает. Сегодня она объединяет около 9 тысяч пионеров и октябрят. Порядка 70% школьников соответствующего возраста, у которых впереди много интересных дел. Новый учебный год для пионерской организации очень разнообразен интересными, насыщенными проектами. Сейчас, в данный момент, стартует международная акция по ропс-скиппингу на спорте совместно с общеобразовательными организациями Российской Федерации и Республикой Беларусь. Наши пионерские дружины активно подключились к регистрации и с большой радостью будут принимать в нем участие. Всеми любимая интеллектуально-развлекательная игра «Пионерский квиз». Также в течение года проходят такие проекты, как «Вотчинобай», который приурочен году Малой Родины, «Встречи на все сто», где пионеры в неформальной обстановке могут встречаться с интересными, известными людьми. Вы смотрите «Диалог» председатель Гомельской областной пионерской организации Артем Карпенко. Сегодня у нас в гостях. Артем, а как вы отвечаете на вопрос, что может дать ребенку его членство в пионерской организации, то, что он был пионером? На мой взгляд, сегодня все, что хочет ребенок взять от пионерской организации, пионерская организация может дать. И мне кажется, что иногда не надо ставить перед собой вопрос, что вы мне можете дать. Иногда все-таки ребенок, может быть, и родитель где-то должен подумать, а что же все-таки ребенок может дать для того, чтобы потом что-то взять? Ну, условно говоря, да, для того, чтобы вначале что-то взять, надо понять, что ты хочешь. Сегодня у пионеров есть и тимуровцы, есть и юные корреспонденты, есть и юноармейцы, есть и так называемые, если можно так, юные политики, да, через вот детские палаты. Вот мы видели сейчас пример председателя детской палаты, да, то есть вначале надо, конечно, осознать, чего ты хочешь. И спортом мы занимаемся, да, и знаменная группа у нас есть, и так далее, и так далее, и так далее. После того, как ты осознаешь, что тебе действительно надо, и что бы ты хотел развивать в себе, ты приходишь в пионерскую организацию и говоришь, что я бы вот хотел себя попробовать, ну, условно говоря, юным корреспондентом. Пионерская организация тебе дает пионерское поручение, что хорошо, но если говорить о современности, да, то у нас есть, например, группа ВКонтакте в социальной сети, давай ты будешь там рассказывать о том, какие у нас дела, какие-то анонсы и так далее, и так далее. И ребенок идет по этому пути, дальше мы смотрим, что все получается, все делает, хочет дальше развиваться. Мы тогда приходим, Ольга, к вам и говорим, Ольга, расскажите, пожалуйста, кто же такие сегодня журналисты, научите нас сегодня быть более профессиональными, чем мы, например, есть. Да, и мы уже начинаем как-то контактировать. И вот те дети, которые действительно проявляют какой-то интерес, и не только интерес, но еще и что-то делают для того, чтобы добиться развития в той или иной сфере, они действительно развиваются и потом получают какой-то результат. У нас ребята, вот как я говорил, и в военную академию хотели поступать, и есть ребята, которые поступают, например, из детской палаты. Я знаю, вот по завершению этого учебного года будут поступать, пробовать в Академию управления при президенте Республики Беларусь. Есть у меня пример, когда пионер после того, как был у меня в Юнкоровском клубе, уже сейчас на втором курсе журфака БГУ. То есть действительно пионерская организация сегодня может очень много дать, только вопрос то, чего ты хочешь от нее взять. А для того, чтобы взять, это тоже не прийти и взять, а все-таки это каким-то своим трудом и конкретным делом доказать, что ты можешь это делать, и что ты не просто вот хочу сейчас и все, завтра не хочу, а то, что ты готов развиваться в этой сфере и действительно получать то, что тебе дает сегодня организация. Очень хороший старт для будущих начинаний. Артем, есть вопросы у нас на Вайбере, давайте уделим им внимание, потому что некоторые требуют того, чтобы над ними порассуждать. Скажите, пожалуйста, является ли обязательным вступление в ряды пионеров, дает ли это какие-то привилегии? Белорусская Республиканская пионерская организация сегодня носит статус общественного объединения и, соответственно, регулируется законодательством об общественных объединениях. Поэтому обязательным сегодня являться пионером либо октябренком не является такой необходимости, скажем так, или никто заставить ребенка. А кто принимает решение, сам ребенок или родители? Ребенок может прийти к педагогу-организатору и сказать, что я хочу быть пионером. Это в каком возрасте речь? Если мы говорим об октябрятах, то это с 7 до 10 лет, если о пионерах с 10 до 14 лет. И, как правило, пионеры-лидеры свыше 14 лет, которые хотят остаться у нас в организации, тоже заявляют о своем желании остаться после 14 лет в организации. Можно быть и в пионере, и в БРСМ? Можно быть и в других общественных организациях. Наш устав не запрещает быть в пионерской организации, в другой какой-либо детской, молодежной общественной объединении. И здесь самое главное, и педагог-организатор здесь сегодня должен это тоже понимать, что дети до 16 лет, вступая в общественную организацию, в ту или иную, не могут принимать самовольно это решение. Они обязательно должны это решение закрепить разрешением родителей, законным представителям конкретного ребенка. Поэтому, если октябренок, будущий октябренок или будущий пионер приходит и говорит, что я хочу стать членом вашей организации, хорошо, но прежде чем мы его примем в организацию, мы, конечно же, должны запросить это разрешение у родителей. Родители поддерживают? Ну, в большинстве своем да, это говорит и статистика. Ну, бывают какие-то принципиальные, вот, идейные, например, противоречия, когда родители говорят, что там по тем или иным признакам они не хотят, чтобы их ребенок становился членом нашей организации. Ну, здесь, конечно, иногда бывает и конфликт, между прочим, между ребенком, родителем и пионерской дружиной, потому что ребенок может хотеть, родитель по той иной причине категорически может быть настроен против, да. Пионерская дружина готова принять, но не может, потому что нет разрешения от родителей. Конечно же, здесь мы работаем очень плотно с родителями, объясняем цели и задачи сегодняшней пионерской организации, что ребенок будет делать и так далее. Если находим компромисс, то принимаем. Если родитель все равно категорически против, то, конечно же, принять ребенка мы в организацию не можем. Ну, вот, мне кажется, вот здесь уже идти на перерез желанию ребенка, который хочет не планшет, а вступить в пионеры. Ну, это глупо, как минимум. Но почему еще важна семья? Потому что нужны ведь вступительные взносы, и даже если они совсем символические, они все равно существуют, а дети их не зарабатывают. Как мама трех биологических и семи приемных детей интересуясь вступительными взносами для таких категорий, как многодетные семьи и приемные семьи? Если говорить о категории многодетные, приемные, дети, которые воспитываются в интернатных заведениях, да, то, безусловно, мы для таких ребят принимаем без уплаты вступительного взноса. Каждый председатель районной пионерской организации сегодня это знает, и если возникают такие вопросы, например, на районном уровне, безусловно, можно обратиться и в областную пионерскую организацию за разъяснением тех или иных вопросов. Но, конечно, такие категории граждан у нас вступают без уплаты вступительного взноса. Добрый вечер. Какие новые интересные проекты есть или планируются внедрять в 2020 году? Самые интересные проекты о белорусской пионерии? Что это? Как я сказал, мы уже испробовали такие формы, как квиз и квест. Это достаточно новые интересные формы, которые показали живой отклик от ребят, и ребята активно участвуют в этих проектах. Безусловно, сейчас мы переходим на платформу интернет-пространства, и там мы тоже запускаем ряд проектов. Вот новый проект, который мы сейчас проводим с Российской Федерацией, и каждая пятая школа сегодня участвует в Гомельской области в нем, это соревнования по прыжкам на скакалке. Вот ранее об этом мои коллеги Ижлобины об этом говорили. И, конечно, если вы зайдете... Да, это всего лишь вот это загадочное слово. Роуп-скиппинг. Это всего лишь скакалка. Это прыжки на скакалке, да, когда два человека крутят скакалку, а третий прыгает, и потом они по очереди меняются, и все это на время делается. И потом результаты загружаются опять-таки в интернет-пространстве, и таким образом ребята из Белоруссии и из России соревнуются. Да, и ряд, конечно, других проектов, о которых мы сейчас долго не сможем в силу времени разговаривать. Есть новшества, есть интересные проекты, о них о всех можно узнать на нашем официальном сайте brpo.by. Зайдя на этот сайт, вы можете увидеть все абсолютно проекты, которые есть у нас сегодня, те акции, куда мы сегодня приглашаем пионеров. Поэтому приглашаем на наш сайт. Если вам интересны наши проекты, следите за новостями на сайте. А детям что больше всего понравилось? Вот из всего самые горячие были, дети же не могут скрыть свои эмоции, свои удовольствия. Вы знаете, мы не так давно, к Дню Учителя, попробовали провести акцию такую в интернет-пространстве, называется «Мой любимый учитель». Мы предложили каждому ребенку рассказать о том, какой учитель самый любимый в школе у него, записать видеопоздравление, выставить его в интернет-пространстве на свою страничку, таким образом поздравить этого учителя, а мы уже как организаторы со стороны областной пионерской организации этому учителю присылали в ответ настоящую живую открытку, поздравлению с Днем Учителя. Вот эта акция, конечно, набрала наибольший, с моей точки зрения, интерес, потому что действительно, с одной стороны, можно рассказать об учителе, о своем любимом, а с другой стороны, это еще и выставляется в интернет-пространстве, и таким образом нам видится, что мы тоже, наверное, какой-то статус учителя здесь среди сверстников поднимали. Ну, а с третьей стороны, администрации школы, возможно, тоже надо здесь взять на вооружение и посмотреть, каким же учителям все-таки отдали больше предпочтений, и почему, и, может быть, где-то вот на этих учителей равняться. Был еще вопрос, поддерживаете ли вы связи с детскими организациями других, с Транскаутской в том числе? Есть совместные проекты? Сегодня Гомельская областная организация поддерживает связи с Смоленским общественным объединением Российского движения школьников и Российский союз молодежи. Мы уже неоднократно пребывали у них с краткими визитами, они приезжали к нам. А куда-то дальше за рубеж? Есть планы выехать? Ну, и вот буквально на днях председатель Центрального совета подписала соглашение с детской организацией Коломак Республики Узбекистан. У нас уже были начальные отношения, мы видеоприветствиями обменивались, мы надеемся на дальнейший успешный контакт. Потому что дружба – это самое, наверное, прекрасное в этом возрасте, самое дорогое и ценное. Артем, спасибо огромное, было интересно. Спасибо. Председатель Гомельской областной пионерской организации Артем Карпенко был сегодня у нас в гостях. Спасибо за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова